Здравствуйте! Вы смотрите программу «Формула здоровья» в студии Мария Шматкова. Сегодня у нас в гостях заведующий отделением противоопухолевой лекарственной терапии Одинцовской областной больницы, кандидат медицинских наук, врач-онколог Александр Владимирович Белоногов. Здравствуйте, Александр Владимирович! Здравствуйте, Мария! Очень рада с вами познакомиться, очень рада, что вы сегодня в нашей студии. Хотелось бы, конечно, сегодня поговорить об онкологии, о том, что это не приговор, и с онкологией можно жить и продолжать активно, и социально активную жизнь вести. Давайте поговорим об этом. И, конечно же, о работе вашего отделения. На самом деле это крайне тяжёлая работа, она очень ответственная, и благодаря нашей работе мы видим результат, действительно, мы видим тех людей, которые выздоравливают, которые полноценно живут, несмотря на тяжёлый диагноз, они продолжают работать, воспитывать детей, помогать родителям, может быть, помогать своим детям. Ну, то есть это та задача, которая, наверное, на нас лежит, и мы пытаемся максимально с помощью современных возможностей приблизить, наверное, тот, ну, наверное, идеал полноценного здоровья, полноценного счастья для каждого нашего пациента. Но вы согласны с утверждением, что онкология – это не приговор, как принято считать в обществе? Ну, вы знаете, ведь проблема существования самого рака, это ведь ещё описано в древних папирусах Смита, там было чётко указано, если у женщины выявлена опухоль молочной железы, надо её выжечь калёным железом. И если у неё есть поражённые уже лимфоузлы, то ей, к сожалению, нужно приготовиться к смерти. То есть ещё в древних времён было известно, что рак можно излечить. Это уже не приговор. Но бывают разные формы. Сейчас ведь речь не идёт о том, что это фатальный диагноз. Сейчас мы понимаем, что ведь настороженность главная. Ну, получается, онконастороженность в работе врача и любой специализации, ну, по большому счёту. То есть, когда к терапевту приходит пациент с жалобами, то есть он тоже должен быть в каком-то смысле насторожен в этом отношении. Понимаете, в драматургии Антона Павловича Чехова, помните, ружьё. Раз оно висит, оно выстрелит. Надо, чтобы настороженность не была лишней в каждом случае. Потому что чем раньше ты будешь выявлять заболевание, тем больше шанса выздороветь и излечиться от этой болезни. Ну, как вы считаете, как удержать тот самый баланс и, с одной стороны, не перегибать палку в плане слишком настороженного отношения к своему здоровью и к себе, но, с другой стороны, не упустить то самое время? Вот как это всё совместить? Всё правда, всё разумно. Понимаете, не нужно бояться болезни. Ведь мы понимаем, что есть что-то, что мешает, например. Появилась для пациента эта шишка. Появилась шишка, но не нужно ждать. Но подойдите к терапевту. Кто ближе, кто, может быть, доступнее. Пусть терапевт посмотрит. Может быть, он скажет, да, эта шишка, может быть, она не должна быть, это зло. И он отправит к онкологу. В этом случае мы тогда сможем использовать время, раннего, так сказать, начала терапии, и в конечном итоге пациент забудет об этой шишке, о той проблеме, которая у него с ним могла бы быть. А насколько сегодня лекарственные препараты, технологии позволяют максимально эффективно бороться с онкологией? Ну, на самом деле, вот я уже больше 30 лет работаю химиотерапевтом. И хочу вам сказать, ну, это фантастика. Это эмоциональное, вот знаете, это какое-то удовлетворение психологическое. Потому что я понимаю, что раньше, когда я пришел только в онкологию, это, по сути дела, был фатальный диагноз. Потому что мы знали, что продолжительность жизни человека будет составлять год. Все, это был предел. Что бы мы ни делали. Но мы продлевали жизнь. Но мы знали, что человек погибнет. Сейчас совершенно другая история. Сейчас это ни год, ни два. Сейчас ты смотришь с надеждой, что человек даже с распространенной формой рака, он выздоровеет. Он имеет шанс выздороветь реально. И вот это, конечно, самое приятное для онколога. Потому что у нас у всех есть такие пациенты, которые мы фактически видели умирающего человека. Но мы попробовали. Сейчас я говорю об новых современных возможностях лечения рака. Это иммуно-онкологическое направление. Когда ты даешь не токсичный препарат, когда препарат открывает возможности самого организма бороться со своим раком. И когда ты вводишь, да, даже тяжелейшему пациенту, скажем так, уже в крайне тяжелом состоянии, пытаешься ему помочь, вводишь препарат, и он встает. Реально. Это эффект лазеря. Когда ты, имея в руках надежные эти лекарства, можешь дать и себе надежду, и пациенту. Насколько вот эти препараты доступны для пациентов Одинцовской областной больницы? Мое мнение, пробовать надо всем. Но, опять же, есть показания, есть рекомендации, есть клинические рекомендации, которые основаны на данных исследований. Получается, что в работе врача-онколога несколько инструментов. И задействован все-таки даже не один специалист, а это целая команда. И, наверное, от каждого индивидуального случая зависит не только результат, но и течение лечения. Но вы сейчас говорите о мультидисциплинарном подходе, о мультидисциплинарной команде. Действительно, ведь здесь задействованы и хирурги, и радиотерапевты, и химиотерапевты. Ведь само по себе проблема из лечения рака – это не один метод. Вы правильно говорите. Ну и нет одной волшебной таблетки, нужно понимать. И в настоящее время у меня в руках нет такой таблетки. Но у меня есть шанс какой-то попробовать, и, может быть, получить максимальную пользу. Вы уже говорили о том, что в ваш стационар, как правило, попадают уже пациенты достаточно в тяжелом состоянии. Вот как это работать, понимая, что у кого-то, возможно, времени остается не так много? Ну, вы знаете, ведь это тоже важный момент жизни – это качественный уход из жизни. Ведь на базе нашей больницы существует еще и палиативное отделение, где такие есть пациенты, которым нельзя проводить уже по состоянию специальное лечение. И в данном случае таким пациентам тоже нужно обеспечить качественный уход. И все возможные симптоматические препараты, и обезболивание, и, может быть, какой-то поддерживающая терапия, они все должны ее получать. Александр Владимирович, два года назад на базе Перхушковской больницы, Одинцовской областной больницы, было развернуто ваше отделение. Расскажите о нем, насколько кое-ко оно рассчитано и о команде ваших врачей. Ну, это на самом деле место самое по себе удивительное. Оно окружено зеленой зоной, где взгляд, может быть, упирается не в здание, а в красивую лесопарковую зону. Само по себе здание построено, мне кажется, на очень высоком уровне. И само по себе комфортное пребывание в данном учреждении, на мой взгляд, я работал в разных больницах, но здесь вижу, что есть существенная разница именно в комфорте пребывания, потому что есть для пациентов возможность и эффективно, качественно лечиться, и при этом еще получать, может быть, позитивные настрои от, скажем так, от стен, от персонала, от… Ну, почему бы и нет. В отделении у нас 40 коек, это круглосуточного стационара, 10 коек дневного стационара и 10 коек палеотивного стационара. А команда врачей? Здесь у нас в основном молодые, но уже опытные доктора, все имеют сертификаты по специальности, все имеют… кто-то имеет первую, скажем так, категорию, кто-то высшую категорию. Обо всем, как нельзя, лучше говорят, результаты лечения. Насколько оно эффективно? Ну, наверное, это та награда, которую мы получаем, это здоровые пациенты, те, которые от нас ушли и больше к нам не возвращаются. Ну, это самое прекрасное. Это те пациенты, которые к нам больше не возвращаются. Это, наверное, самая главная награда. Мне кажется, еще несколько лет назад все-таки онкология и рак примерно равнялись короткой продолжительности жизни и летальному исходу. В большинстве случаев сегодня, конечно же, все больше специалистов говорят о том, что рак – это не приговор, онкологию можно вылечить, а если мы эту болезнь обнаруживаем на ранних стадиях, то эффективность еще больше повышается. Вот чего бы еще вам хотелось? Вы уже сказали о том, что 30 лет вы работаете в этой сфере, вы врач-онколог. Вот вы каких ждете еще ресурсов от медицины, от науки? Что бы хотелось получить? Я вам, наверное, так скажу. В терминологии рак – это зло. Это зло. Это злокачественная опухоль. Это та болезнь, которая поражает, возможно, каждый организм. И, возможно, это зло у каждого свое. Я думаю, что в будущем все направления будут в онкологии основаны на персонализированном подходе. У каждого будет изучаться биология этого опухоли, и к каждому конкретному пациенту будет подбираться то лекарство, та таблетка, которая будет пытаться излечить данную форму рака. То есть для каждого рака будет своя таблетка от рака. Ну, это получается моделирование практически ситуации тканей, клеток и уже на клеточном, наверное, уровне внедрения каких-то веществ. По факту это так, потому что мы подбираемся к данной терапии, потому что мы сейчас определяем биологические особенности опухоли. У каждого пациента берется ткань, берется ткань опухоли, определяется ее свойство. То есть свойство рака не бывает у всех одинаковым, он отличается. И мы, изучая эти биологические свойства опухоли, подбираем персонализированную терапию. И в этом случае мы будем ждать максимального ответа на ту персонализированную терапию. То есть нет какой-то универсальной таблетки, но будет подбираться то лечение, которое максимально окажет пользу. И, возможно, излечит данного пациента. Если говорить о маршрутизации пациентов, как она строится? К нам попадают пациенты из Центра амбулаторной помощи. Это первичное звено, которое направлено на маршрутизацию онкологического пациента. Кого-то отправят на обследование, кого-то отправят на госпитализацию, кого-то отправят на дообследование. У нас существует помимо, скажем так, первичного звена и лечебного звена, еще промежуточный звено – это онкологический консилиум, где мультидисциплинарная команда принимает решение о тактике лечения этого больного. Либо наблюдение, либо активная терапия, либо дообследование. То есть это еще один, наверное, основной двигатель, который указывает, как правильно поступить и по какому пути идти пациенту, чтобы не заблудиться в лабиринте рака. Получается, если раньше жителям Одинцовского округа при постановке такого диагноза практически сразу необходимо было искать клиники в Москве, либо подмосковные крупные областные онкологические центры, то сегодня эта помощь доступна практически на расстоянии вытянутой руки. То есть рядом с домом. Ну, по большому счету и практически в стопроцентном отношении. Такая ситуация, на самом деле, она должна быть. Это благоприятная ситуация. Наша задача, чтобы пациенту было комфортно. Вот сейчас вся тенденция развития здравоохранения, она направлена на пациента. Приблизить здравоохранение к пациенту. Не пациент ищет, куда ему пойти. А здравоохранение должно прийти к пациенту. И когда в данном случае есть возможность пациенту не искать, то, о чем вы говорите. Не, может быть, следить за какими-то институтами, как продвигается наука, а обратиться, скажем так, рядом дома к специалисту и получить, может быть, грамотную, квалифицированную консультацию. Да, это его право будет принимать решение, где он хочет лечиться или чем он сейчас имеет право. Но в данном случае после общения с доктором он будет принимать решение. Александр Владимирович, что бы Вы пожелали в завершении нашей программы всем телезрителям? Всем быть здоровы. Это самое главное пожелание от врача-онколога. Да. Ну и все равно, возвращаясь к, может быть, к самой идеологии, моей специальности, это все-таки, наверное, не чрезмерная, но настороженность. Не нужно бояться идти к доктору. Нужно найти время себе любимому и записаться на прием. Сейчас это все… Не нужно идти в регистратуру. Можно делать это дистанционно. Пожалуйста, по времени. Это несложно, но надо иногда посвятить себе время. Уделять внимание себе и своему здоровью. Спасибо за интересную беседу. Мы Вам тоже желаем крепкого здоровья. Спасибо большое. Вы смотрели программу «Формула здоровья». Берегите свое здоровье и здоровье своих близких. До свидания. Продолжение следует.